МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Курган.ру в студии Елена Швецова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Зауралья провел совещание с сотрудниками Регионального управления Федеральной службы исполнения наказания. На повестке дня, как обеспечить заключенных, работая через государственные закупки области. Сегодня только четверть из отбывающих наказаний имеют рабочие места. Но этого недостаточно, считают в правительстве. Решение видят в размещении заказов от муниципальных предприятий и учреждений, таких как закупка мебели, спецодежды, постельных принадлежностей и строительных материалов. Алексей Кокурин поручил взять под контроль этот вопрос кураторам районов. А руководству УФСИН по Курганской области подготовит свои предложения, которые они смогут представить на шестом шадринском инвестиционном форуме. Просто людей кормить, которые там наказание отбывают, их надо загружать работой. Работой полезной для того, чтобы эта работа приносила всем пользу. В том числе и нашим с вами бюджетным учреждениям, и прежде всего, конечно же, бюджету области и муниципальному образованию. В Заурале достойно встретили День Победы, поделился Владимир Усманов, советник по патриотическому воспитанию. Сейчас стоит задача не сбавить темп и продолжить добрые дела. На совете по патриотическому воспитанию была Светлана Епифанова. В свою вступительную речь об итогах празднования 70-летия Победы Владимир Усманов начал со слов. Я горжусь тем, что мы сохраняем то, чего добивались многие поколения курганцев в вопросе патриотического воспитания. Подготовка к юбилею началась два года назад. За это время удалось переломить ситуацию, когда 9 мая был праздником одного дня. Мы вложили в сознание людей, что праздник Победы – это не один день возложения венков на площади, прийти к вечному огню и поклониться. А это достаточно долгий промежуток времени, когда мы можем гражданам России, жителям Курганской области напомнить многие вещи, которые связаны с этой страшной войной. Огромное количество дел, мероприятий прошли в Зауралье. Это фестивали, концерты, флешмобы, переписки, викторины, конференции, доклады, акция «Народный салют». Районные и сельские библиотеки перевернули огромный пласт. Из отдельных судеб составлялись истории деревень. Взрослые организовали не один автопробег. Дети их поддержали велопробегами по селам и районным центрам. Рассматривая праздник победы, это не просто военная победа. Это победа нашего народа над всем. Над сложностями, от трудностями, над ментальностью, над тем, кто мы, какая наша история, какими мы будем и какими мы хотим из себя видеть. Владимир Усманов предложил привлечь к патриотической работе в оздоровительных лагерях членов волонтерского корпуса 70-летия Победы. Они хорошо зарекомендовали себя. В новом учебном году на уроках мужества школьники познакомятся с историей подвигов их сверстников, детей и подростков в годы Великой Отечественной войны. В рамках летней оздоровительной кампании в Курганской области пройдут кадетские смены, специальные творческие конкурсы, викторины, акции свеча памяти и многое другое. Особенностью станет специальный книжный автобус, своеобразная библиотека на колесах, в которой можно будет познакомиться с уже известными произведениями о войне и с новыми изданиями зауральских авторов. Светлана Епифанова, Александр Киселев, Александр Немков, информационное агентство Курган.ру. Накануне Дня памяти и скорби 21 июня в 20.30 у Вечного огня в областном центре пройдет традиционная акция свеча памяти. В числе организаторов – общественное движение «Бессмертный полк». Они призывают всех желающих присоединиться и отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне, зажечь свечу и возложить цветы. По плану в окнах близлежащих домов также будут гореть памятные огни. Каждый год это происходит, но в год 70-летия Победы кажется, что это такое знаковое событие, учитывая то, как прошло у нас празднование Победы, 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Я думаю, что и здесь, так же, 22 июня, мы должны все вместе почтить память павших воинов в той войне. В Курганской сельхозакадемии установили мемориальную доску памяти Андрея Тюнина. В стенах этого вуза герой России писал курсовые, выполнял задания преподавателей. На памятном мероприятии собрались родные, друзья и коллеги. В марте 2001 года оперативник регионального управления ФСБ Андрей Тюнин отправился в командировку в Чечню. Его отряд занимался ликвидацией главарей бандитских формирований, разминированием дорог, зданий и сооружений. Спасая жизни товарищей, Андрей совершил подвиг. Накрыл собой смертника, который привел в действие самодельную бомбу за несколько секунд до взрыва. Указом президента Андрею Тюнину было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Он был прекрасно подготовлен сотрудником. Десятки раз принимал участие в сложных операциях по нейтрализации, по формированию на стеновом капказе. Рисковал жизнью и был представлен кондином мужества. Родители вспоминают, с самого детства Андрей был надежным, всегда выполнял свои обещания. У нашего сына было действительно, мы упоминали, много понятия о чести, особенно официарской чести, солдатской чести, в совести. Поэтому я думаю, что наша Россия будет долго жить благодаря таким людям. Мама героя Екатерина Васильевна не может сдержать слез, рассказывая о том, каким был ее сын. Так трепетно относился к нам, к родителям. Ко мне он всегда с улицы приходил, одуванчик какой-нибудь сорвет, цветочек, травинку обязательно дарил. И так до самых последних дней. Всю жизнь я потом дарил эти белые хризантемы. Конечно, конечно, горжусь. Мы безумно жаль. Безумно жаль, вы бы только знали. Бывший сотрудник СОБРа Игорь Бабкин был вместе с Андреем в той роковой для него командировке в Чечне, в городе Аргуни. Есть такие качества, да. Честь, преданность. Это, в первую очередь, качество человека, которые должны быть присущи офицеру, да, смелость. Вот этим качеством, наверное, Андрей в первую очередь и соответствовал. И, в принципе, это, скажем, тот человек, именно на примере которого и надо учить, например, сегодняшнее поколение. Митинг в честь памяти героя России завершился возложением цветов. Елена Швецова, Александр Киселев, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курган.ру Большинству курганцев знакомы с ситуацией бездействия управляющих компаний. Открытые канализационные люки, отключение воды, а также многочисленные жалобы собственников, оставшиеся без ответа. Накануне состоялась встреча жителей Кургана с директором департамента городского хозяйства Сергеем Заскалькиным. Что волнует горожан и как будут решаться проблемы, знает Александр Мироненко. Более 50 человек пришли в Курганскую общественную организацию ветеранов, чтобы рассказать о своих коммунальных проблемах и узнать, как, кто и когда будет их решать. «Проблема извечная – это ремонт придомовых территорий. Когда-то в свое время организации, тепловые сети, водоканалы и так далее, побывали на территории, заменили теплотрассу, водопровод, ничего не сделали, ушли и так все осталось. Люди сейчас ходят во все инстанции, пишут письма к нам, обращаются с жалобами, ничего пока не сдвигается». Вся беда в том, что начиная с 2000-х в Кургане сложилась такая практика, когда коммунальщики при ремонте энерго, водо-теплокоммуникаций производили раскопки и потом на долгое время забывали о них. В итоге большая часть дворов находится в удручающем состоянии. Горожане отчаялись и убеждены, что никто восстанавливать нарушенное благоустройство не собирается. Все пришли за одним – узнать, когда ситуация изменится и кто будет держать ее на контроле. «Необходимо обратить на ту или иную территорию, значит, мы на этот момент обращаем внимание, это первое. Второе, мы по фактическому состоянию смотрим на те территории, где на самом деле уже просто невозможно ни ходить, ни ездить, ничего. Вот на это обращаем внимание. И третье, мы обращаем внимание на денежную составляющую, на финансовую». Директор департамента также пояснил, что в этом году на восстановление территории из муниципальной казны выделено 30 миллионов рублей. В предыдущие годы бюджет ремонтных работ не превышал 15 миллионов. На встрече присутствовали и представители общественности. Так доверенное лицо президента России, председатель Совета директоров предприятия «Курган-прибор» Сергей Муратов, крайне недоволен бездействием ответственных за эти вопросы чиновников. «Те проблемы, которые вы сейчас нам озвучиваете, для меня это вообще не то, чтобы новое, оно как бы понятно, но на мой взгляд это просто раздельдяйство. Вот это просто раздельдяйство, больше это никак не назовешь. Не просто там дал задание, а ведь задача руководителя складывается не в том, что дал задание и все, и ушел. А дал задание, первая заповедь руководителя, дал задание, проверить, как оно выполнено. Вот это первая задача руководителя». Все обращения курганцев были зафиксированы и будут рассмотрены специалистами административно-технической инспекции. Александр Мироненко, Александр Киселев, Александр Немков, информационное агентство «Курган.ру». Накануне глава города Кургана Сергей Руденко провел выездное совещание в микрорайоне «Шевелевка». Вопрос, который заставил покинуть залы заседаний, ликвидация раскопок и восстановление благоустройства после проведения земляных работ. Жители дома номер 19 по улице Криволапова обратились в аварийную службу с жалобами на подтопление подвала. Чтобы выяснить, где произошла утечка, специалисты водоснабжающего предприятия начали копать. Две ямы на проезжей части и одна на внутридворовой территории. Внимание городского руководства привлекла как раз раскопка во дворе дома, так как всего неделю назад на этом участке был уложен новый асфальт и установлены бордюрные камни. В ходе ремонта подземных коммуникаций подрядная организация «Водного союза» частично нарушила выполненное дорожниками благоустройство. Вчера компания «Водный союз» проводила ремонтные работы, конкретно путем подземного бурения, используя машины. Она загнала тяжелую технику, мы еще до сих пор не приняли по контракту работу и обнаружили с подрядчиком и с заказчиком следующую ситуацию. Тяжелая техника раздавила бордюр, бордюрный камень и вообще, на мой взгляд, очень варварски и халатная подошла к земляным работам. К моменту проведения выездного совещания недоработки были устранены. Дворовую территорию подрядчики привели в порядок, однако раскопки на проезжей части так и остались открытыми. Как заверил представитель «Водного союза», они будут ликвидированы к концу текущей недели. Бригады, занимающиеся восстановлением благоустройства, работают в интенсивном режиме по всему городу. В первую очередь устраняются на проезжих частях, на особенно оживленных улицах. Это делается в первую очередь. Раскопки дворовые устраняем попозже. Здесь будет основная яма засыпана, потом будут края нарушенного благоустройства опилены подобным образом, как здесь. То есть ровные будут края. И потом по этому периметру будет положено новое асфальтовое покрытие. Глава города Сергей Руденко призвал руководство «Водного союза» проконтролировать ход работ, чтобы благоустройство было выполнено в срок. Владимир Ильинич здесь. Они готовы устранять все замечания, которые поступают от органов исполнительной власти в части устранения нарушенного благоустройства. Я правильно понял? Все справедливые замечания мы рассматриваем и исполняем. Светлана Епифанова, Александр Киселев, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курган.ру». О других важных и интересных новостях региона расскажет рубрика «Печатный вестник». Губернатор за Урали Алексей Кокорин продолжил работу на 19-м Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает сайт областного правительства. Сегодня главное событие дня – пленарное заседание. Время действовать совместными усилиями к стабильности и росту. Также Алексей Кокорин принял участие в презентации результатов полномасштабного внедрения национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Презентацию организовали агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и ведущей общественной организации страны. Управ компании ответят за бездействие, читаем на странице газеты «Новый мир». Губернатор за Урали Алексей Кокорин на аппаратном совещании призвал ужесточить с них спрос. В этом году из 71 претендента на получение лицензионного удостоверения лишь 63 смогли пройти процедуру полностью. При этом одна из компаний трижды подавала документы и каждый раз все заканчивалось провалом. Надо жестче работать с теми управляющими компаниями, которые некачественно предоставляют услуги или не справляются со своими обязанностями. Жалоб и нареканий на них все еще хватает, даже несмотря на то, что механизм лицензирования запущен, потребовал Алексей Кокорин. Сайт правительства области сообщает, 21 июня в Заурале в рамках областного проекта «Ответственное отцовство» впервые отпразднуют День отца. Во всех муниципалитетах региона в этот день будет проведена областная социальная акция «Я горжусь своим отцом». В ее рамках пройдут различные выставки, спортивные соревнования, конкурсы, мастер-классы и ярмарки. Также зауральцев ждут акции в социальных сетях, благотворительные акции, посадки аллеи отцов, награждения и создания досок почета. Актуальные вопросы, касающиеся жизни зауральцев и роли региональных средств массовой информации, рассмотрели на информационном дне для журналистов. Подробнее об этом далее. О доступных и понятных услугах Росреестра было сказано на заседании в первую очередь. Получить информацию об объекте недвижимого имущества можно, не выходя из дома, благодаря электронному сервису Росреестра. Таким образом, будет намного легче принять решение о покупке. Все сведения о техническом состоянии объекта собираются в кадастровой палате. Там содержится информация обо всех объектах. Большой популярностью пользуется электронный сервис по получению информации из Единого государственного регистра прав. Для этого, скажем, любое лицо, обладая компьютером, может запросить эти сведения в Реестре прав, оплатить эту информацию через банк онлайн. И эта информация придет, официальная информация, подписанная государственным регистратором, придет ему на дом в форме выписки из Реестра прав. При электронном запросе услуга обойдется дешевле. Например, самая востребованная информация будет стоить 150 рублей вместо 200. С 1 июля будет запущена новинка – электронная регистрация прав на недвижимость. На первых порах участие в ней будут принимать граждане с помощью нотариусов, имеющих электронную подпись. Участники встречи также подробно остановились на проблеме 21 века – ВИЧ-инфекции. В прошлом году в России зарегистрировали 903 тысячи случаев заболевания. Ежегодно прибавляется по 90 тысяч зараженных. Специалисты отмечают, что средства массовой информации с помощью пропагандистской работы могут значительно снизить распространение инфекции. Вирус очень коварный, который находится внутри клетки. И он постепенно разрушает иммунную систему. Опасность этого заболевания в том, что заразившись человек никак этого не чувствует. По внешним признакам никогда нельзя сказать. Кроме того, на встрече журналисты обсудили вопросы ответственности СМИ за распространение экстремистских материалов, а также поговорили об освещении деятельности зауральского казачества. Елена Швецова, Илья Урванцев, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курганру. Профессию кинолога можно считать одной из самых ответственных и интересных. 18 июня дети из Варгашинского района приехали в Центр кинологической службы, чтобы познакомиться с работой сотрудников и узнать, чем они занимаются. Наша съемочная группа отправилась вместе с ними. Чтобы стать кинологом, совсем недостаточно просто любить собак. Необходимое терпение, целеустремленность, а также профильное образование, которое знакомит с анатомией и психологией животных, особенностями развития различных пород, с ветеринарией и генетикой. Старший инспектор кинолог Наталья Овчинникова – одна из тех, кто знает о собаках немецкой породы практически все. Дрессировка проходит где-то в течение года. Очень плотно так дрессируется собака. И потом она по выходу с дрессировки, она должна сдать экзамены и допуститься в службу. 18 июня на базе Курганского питомника прошла очередная встреча с детьми. На этот раз сюда приехали воспитанники Варгашинской средней школы номер 3. Для них провели открытый урок, рассказали, как дрессировать собак, как определить, что питомец заболел и многое другое. Затем кинологи показали наглядно, как действует собака при задержании преступника. Смотрите, собака не должна бояться ни выстрелов, ни ударов, никаких палкой, ничего. То есть собака должна идти в любом случае на преступника. На территории питомника дети смогли сами побывать в роли дрессировщика, покормить с руки маленьких щенков и стать участниками эксперимента по поиску человека по запаху. Детям экскурсия по питомнику очень понравилась. Они признали, что много нового узнали о собаках. Мы узнали, что они могут выполнять любые действия из-за лакомства. У собак нос сложнее, чем у человека, и он бегает быстрее, чем человек, и может вынехать наркотики, найти что угодно. Она слушается только своего командира. Даже щенков уже начинают в малом возрасте уже тренировать, уже начинают дисциплину учить. Начальник летнего лагеря Варгышинской школы Елена Бузмакова рассказала, что поездка в питомник стала уже доброй традицией. В течение учебного года у нас некоторые классы, старшеклассники посещали уже кинологический центр, и мы решили, что малыши тоже должны посмотреть с целью вот приобщения любви к животным и профориентация. На сегодняшний день в Курганском питомнике находятся около 50 обученных собак. Все они готовы в любой момент отправиться на любое боевое задание. Александр Мироненко, Александр Киселев, Александр Немков, информационное агентство Курган.ру. У курсанта выпускной. Воспитанникам Курганского пограничного института вручили дипломы о высшем образовании. Под музыку военно-духового оркестра на плац Курганского пограничного института вышли вчерашние курсанты. Выпускникам торжественно вручили дипломы о высшем профессиональном образовании по специальности юриспруденция. Отличники смогут самостоятельно выбрать, куда отправиться на дальнейшую службу. Будущих пограничников пришли поздравить самые близкие люди. Времяник отучился. Спасибо большое. Мы очень рады, что он получил хорошую специальность. Получил красный диплом. Мы за него гордимся. Конечно, тяжеловато было. А сегодня большая радость. Выпуск. Радуемся. Цели достиг. Добился своего. Сегодня выпуск. Мы очень гордимся, что наш внук закончил с хорошей успеваемостью. И вот мы считаем надежным защитником нашей России. Мы очень-очень гордимся его. Мы очень рады. Дождались, что наконец-то закончил институт. Пошел по стопам папы. Полномочный представитель правительства России в Совете Федерации Андрей Яцкин – выпускник Курганского пограничного института. Он отметил, что материально-технической базе образовательного учреждения может позавидовать любой столичный вуз, а также вспомнил свой выпускной. У меня сейчас все сердце обливается тем впечатлением, которое я сегодня испытал. 25 лет назад, ровно в этот же один из ярких, жарких июньских дней, мы стояли на этом же плацу. Принимали поздравления от командиров, начальников, наставников, от родителей. Испытать повторные эти чувства – это, дай Бог, каждому их испытать. Руководство КПИ желает выпускникам в первую очередь не забывать то, чему их обучили в институте. – Выпускникам, конечно, многое хочется пожелать. Для меня они, как мои сыновья все, поэтому, как своим сыновьям, я бы пожелал, чтобы они берегли себя и свои семьи, своих старших, своих родителей, любимых. Но, естественно, при этом исполняли честно и добросовестно свой воинский долг по защите Отечества. Воспитанники КПИ служат сегодня во всех региональных пограничных управлениях от Арктики до Камчатки. Выпуск 2015 года почти через месяц отправится на службу в разные точки России. Елена Швецова, Александр Менщиков, информационное агентство Курган.ру 21 июня все медицинское сообщество страны отметит профессиональный праздник. В преддверии Дня медицинского работника мы расскажем о профессионале своего дела из Кургана. Невролог Юрий Баля отдал медицине 35 лет. Имя доктора Юрия Баля известно и в Заурале, и за его пределами. В 19 лет, выбрав путь медработника, он ни разу не испытал разочарования. Окончил Свердловский медицинский институт, факультет, лечебное дело. Мечтал о профессии военного врача. На четвертом курсе Баль перевелся на военно-медицинский факультет института в Томске. Он всегда хотел быть максимально полезным стране и людям. Сегодня Юрий Владимирович работает в Кургане, врачом-неврологом в стационаре. Работаю обычно, делаю, делаю, потом все равно пишем. Отличительная черта доктора Баля – всегда учиться, не упускать любую возможность для познания нового. В 2010 году Юрий Баль прошел стажировку в Институте экономики и права города Кисловодска. Изучал медицинское право. Получил диплом юриста. Доктор Баль уверен, практически все пациенты нуждаются в юридической поддержке. Им просто необходимо знать свои права и обязанности. Вы должны все назначения врача выполнять, согласно того, что он вам сказал. Если вы их не выполняете, то вы тогда нарушаете договорные обязательства. То есть вы же вступаете в договор, подписывая информационное согласие на медицинское вмешательство. В дополнение к работе доктора Юрий Баль ведет прием граждан по юридическим вопросам в общественная приемная партия «Справедливая Россия». Люди обращаются по самым разным вопросам – от связанных с качеством медицинского обслуживания до вопросов ЖКХ. Он готов помочь каждому. Адрес приемной – улица Кравченко, 55. Приемные дни – в среду с 4 до 6, в воскресенье с 12 до 2 дня. Телефон – 26-27-07. Уважаемые коллеги, медицинские работники, дорогие друзья, хочу поздравить вас с нашим профессиональным днем, днем медицинского работника. Мы живем с вами в интересное время, когда общество, государство начали ценить нашу работу. Поэтому в этот день я хочу вам сказать, давайте мы поддержим эти перемены, чтобы нам лучше и комфортнее работалось, чтобы у нас были высокие зарплаты, и чтобы труд медработника был оценен. И я, доктор Баль, приложу к этому свои усилия и свой профессионализм. С праздником, дорогие друзья! На этом наша программа подошла к концу. Всего доброго! Если мы возьмем 4, а потом еще 4, и еще разок 4, и добавим вновь 4, то получится квадрат. А в квадрате все подряд. Объявления, поздравления, о любви стихотворения. В телесень такой квадрат закажи, и будешь рад. За 400 рублей хорошо для всех людей. Заказы принимаются на точках приема рекламы. 12-й ежегодный турнир по дворовому футболу. Собирай команду. С 1 июня подавай заявку на участие. Участвуй и побеждай. Это будет серьезная игра. Регистрация команд проводится по адресу Куйбышева, 36, офис 308. Партнер турнира – НПО «Курганприбор». Сохрани лучшие моменты жизни не только в памяти. Фотокниги и сувенирная продукция – лучший подарок себе и близким. Типография «Курьер». На точках приема – лето. Реклама с солнцем согрета. Горячие предложения на 30% снижение. Только этим летом скидка на горячую рекламу 30%. Найди свою активную точку. Надежные окна. Будьте спокойны. Надежные окна. 55-58-30. Интернет-магазин мебели «Столплит» представляет. Мебель по традиционно низким ценам. Кухня «Виктория» всего за 9 990 рублей. «Столплит» – доступная мебель. Авторизованный сервисный центр «Горгазсервис» осуществляет ремонт газовых котлов «Навьен», «Электролюкс», «Мастергаз», «Луч». «Горгазсервис» – когда работают профессионалы. Курьер «Сателлайт» – эфирное телевидение. Установка, монтаж, настройка метровых, дециметровых антенн, а также спутникового эфирного оборудования. Курьер «Сателлайт» – Коля Меготина, 124А, офис 304, телефон 467-222. Быстро нарезать овощи кубиками, натереть фрукты тонкой соломкой или кольцами вам поможет универсальная овощерезка «Найсер Дайсер Плюс». Этот уникальный прибор идеально подходит для фруктов, овощей, грибов и мяса. В комплекте 6 оригинальных лезвий для шинковки, 2 вида терок, контейнер для сбора. Всего за 1499 рублей. Заказ по телефону 554855. «Найсер Дайсер Плюс» – ваш кухонный помощник. Модули «Три на три» в газете «Зауральский курьер». 40 тысяч выходов за 125 рублей. «Зауральский курьер». Выгодно, как ни крути. Молодой человек, а что? Пламбир закончился? Пламбир «Русский холод». Разлетается со скоростью вкуса. Распродажа оправ 2014 года. Скидки до 50%. Поступление новой коллекции. «Надежда Плюс». «Гоголя 37». Прозрение. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Жанна Соколова. Мороженое «Русский холод». Каждый найдет свое любимое мороженое. Сладкая прохлада на любой вкус. Спрашивайте в магазинах города. В салоне «Надежда Плюс» распродажа оправ 2014 года. Скидки 50%. Поступление новой коллекции. Салон оптики «Надежда Плюс». А теперь о прогнозе синоптиков. В субботу Уральский регион и юго-западные районы Сибири пересечет теплый атмосферный фронт. Он станет причиной кратковременных дождей. Местами они будут сопровождаться грозовыми разрядами. В Тюмени плюс 23-25 без осадков. В Челябинске плюс 28-30. Кратковременный дождь, гроза. В Екатеринбурге плюс 25-27 без существенных осадков. В Кургане переменная облачность. Возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16-18. Днем в Кургане переменная облачность. Возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26-28. Атмосферное давление повысится. 20 июня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!